Добрый вечер! Это программа «Послесловие». Меня зовут Ольга Павлова. В Екатеринбурге продолжают обсуждать шокирующее нападение на бригаду врачей скорой медицинской помощи, которое произошло в выходные. Сегодня история получила продолжение. Двух нападавших отпустили по подписку о невыезде. Один находится под стражей с тревогой. Следят за происходящим и сотрудники скорой медицинской помощи. У нас в гостях главный врач станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарев и Игорь Борисович. Здравствуйте! Здравствуйте! Ваши вопросы мы ждем по телефону 222-0041 для абонента «Послесловие». Мне кажется, еще и с надеждой сотрудники вашей службы следят за развитием событий. Чего ждете? Как должна эта ситуация завершиться? Вы совершенно правы, Оль. Дело в том, что вопиющий случай, понятно, мы об этом уже много говорили на всех телеканалах, и здесь необходимо все-таки поставить какую-то точку. Вот на протяжении уже нескольких лет мы ведем статистику противоправных действий против наших бригад, и не только скорой помощи, но и даже против медицинских работников, участковых врачей, да, тоже бывает такое. И если в 2013 году это было 56 случаев, в 2014-м – 37, то есть динамика снижалась, и не было ни одного случая, когда бы пострадала полностью вся бригада. Обычно противоправные действия были, ну, кинут что-то в машину, разобьют стекло, да, либо прекратят путь скорой помощи, чтобы она не выезжала, потому что она неправильно припарковалась во дворе, ну, пнут по ящику, ну, покроют матом бригаду. В принципе, до такого серьезного рукоприкладства или циничного запинывания медицинских работников не доходило. Поэтому у нас большая надежда, что все-таки этот случай закончится реальными сроками. Тем более я поняла, что какой-то ответ, какую-то реакцию вы получили из федерального, из, точнее, да, федерального Минздрава и от коллег из других городов. Эта история характерна не только для Екатеринбурга, к сожалению. Да, вы понимаете, это не только Екатеринбург на сегодняшний день, но, наверное, все регионы, особенно крупные станции города Миллионики, констатируют такие случаи, и они, к сожалению, не редкость. И в этом отношении сотрудники скорой медицинской помощи законодательно не защищены. Мы, являясь де-факто спецслужбой, да, то есть которая выезжает не только на вызовы в квартиры, да, мы выезжаем на улицы на какие-то криминальные вызовы, то есть разборки по ножовщину, огнестрелы, вот такие суицидальные случаи. Но законом мы не защищены, мы являемся простыми гражданами. Вот в 2013 году по просьбе скорой помощи Санкт-Петербурга и при нашей поддержке законодательное собрание Санкт-Петербурга обратилось в Государственную Думу с законодательной инициативой приравнять службы скорой медицинской помощи к спецслужбам. И тогда бы вопросы были, но, по крайней мере, на сегодняшний день часть вопросов была бы снята. Наверное, сотрудники чувствовали бы себя защищенными. Первые сотрудники защищения, да, ведь на сегодняшний день только принесение средней тяжелых телесных повреждений у нас карается уголовно. Если это как бы простая драка, то это будет административное дело, то есть и реальных сроков не будет. Поэтому медицинские сотрудники, особенно скорой помощи, боятся по ночам ездить на какие-то вот такие с криминальным душком вызовы, и на самом деле мы не защищены. А это бы позволило нам, если бы перевели нас в статус спецслужб, позволило бы нам, во-первых, быть защищены со стороны закона, во-вторых, существует статья, по которой работники специализированных служб могут быть дополнительно застрахованы от случаев, да, вот от таких случаев. На сегодняшний день такого нет. Игорь Борисович, в этой конкретной истории, да, вообще, на самом деле, нередко звучат такие доводы людей, недовольными работой скорой, что фиксируется позднее прибытие, и это называют там невежливое обращение, нелихамское обращение врачей. Вот вы же фиксируете, наверное, претензии, работаете с ними. Да, то есть у нас, кроме того, что жалобы поступают к нам, у нас работает сайт скорой медицинской помощи, где есть рубрика «Задать вопрос главному врачу», и, поверьте, много и благодарностей, но много и жалоб на работу скорой помощи. И иногда наши пациенты, ну, в силу, наверное, обстоятельств, в которых они попали и вызывают скорую помощь, не понимают, что медицинский работник, врач скорой помощи, он, ну, не должен, он принимать все близко к сердцу, иначе он тут же выгорит, понимаете? И вот этот профессиональный цинизм, о котором говорят, он присущ всем медицинским работникам. Он присущ и многим другим профессиям. Я с вами согласен, да. И поэтому, может быть, вот те сухие ответы на вопросы кажутся каким-то неуважением, либо грубостью со стороны медицинских работников. Поверьте, это не так. В службу приходят именно те люди, которые любят свою работу, и которые призваны именно спасать людей. Вот поэтому так. А по поводу поздних доездов, но мы все с вами полтора года назад перешли на новую законодательную базу по работе скорой медицинской помощи. Впервые в Российской Федерации скорая помощь была разделена на экстренную и неотложную. Экстренное, то, что касается, все связано с угрозой для жизни, это норматив 20 минут. И вот по итогам 2014 года 80% таких случаев мы попадали в этот норматив. И неотложное, то, что связано с обострением хронических заболеваний, банальной температуры и все, что может подождать, не связано с прямой угрозой для жизни. Здесь норматива вообще законодательного нет. Только Свердловская область и другие регионы установили норматив до двух часов. А законодатель вообще нам говорит, если есть вызов по неотложной помощи, но при этом есть вызов по экстренной, направляется бригада на экстренный вызов. А неотложка ждет. Есть расстановка приоритета. Конечно, то есть наконец-то. Кстати, к расстановке я на днях видела в социальной сети большую статью. Один молодой человек вызвал к такому лицу безопределенного места жительства скорую помощь на улице. В общем, вроде сделал доброе дело и спокойно даже уехал. И тем не менее, а потом всю дорогу пишет. Он думал, не выберет ли бригада мой вызов вместо того, чтобы поехать к ребенку. И вот это сомнение его... А он совершенно прав. Потому что все ситуации, связанные с общественными местами, улицей, рабочим местом, это приоритет, это экстренный вызов. И если, как вы говорите, без определенного места жительства бомжу к пьяному вызови на улицу, и тут же поступает вызов температуры 39 у ребенка, мы сейчас обязаны ехать на улицу. Потому что это общественное место. Но тем не менее, наверное, мы все равно должны всегда с участием реагировать и не проходить, зная даже об этом факте. Я говорю, что мало того, что вы увидели и позвонили. Вообще, если на самом деле человеку плохо на улице, то сам контакт прохожего с пострадавшим, он очень много играет. И вы сразу... Вот если вы вступите в контакт, вы и придете. Либо это пьяный бомж валяется, просто решил прилечь немножко отдохнуть, либо человеку плохо. И если вы вступаете с ним в контакт, это может спасти на самом деле жизнь. Не только вызвали и ушли. Вы дождитесь бригаду с этим человеком. Вот тогда это гражданский долг исполнен. О поздних выездах. Вот давайте какой-то, может быть, есть простой механизм, который несложно, доступно запомнить. Как сделать так, чтобы бригада не приезжала понапрасну? Или, может быть, какие-то там нужные слова... Что сказать, как максимально собраться? Нужных слов не требуется. При обращении в диспетчерскую скорую медицинскую помощь диспетчер вам задает вопросы. То есть диспетчер работает строго по определенному дереву, по компьютерной программе, где он задает вопросы и отметает ненужные. То есть самое главное, первое, это адрес. Потом, что случилось в сознании, без сознания. И дальше уже по дереву вопросов. И если вы ответите нормально, без истерик, соберетесь на все вопросы диспетчера, вам будет направлена именно та бригада, которая необходима по состоянию пациента, именно в те сроки, которые на сегодняшний день необходимы. Сегодня какая статистика по вызовам? На какие скорые выезжают чаще других? Ну, вы знаете, статистика, она вообще практически не меняется каждый год. То есть вот мы выполняем до 400 тысяч вызовов в год. На первом месте у нас стоят сердечно-сосудистые заболевания. Но тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, инфаркты, инсульты. Дальше идут травмы. В дальнейшем идет онкология. И дальше уже по всем заболеваниям. По детскому населению, конечно, приоритет – это острореспираторные заболевания. Потому что по нашим правилам, которые приняли мы для себя и Управление здравоохранения Екатеринбурга, мы не перенаправляем на неотложки, которые работают с 2013 года при поликлиниках, вызовы к детям до года. Это строго скорая помощь. С 3 до 8 лет, если есть какие-то осложнения при температуре, тоже в неотложку никогда не пойдет. Всегда приедет скорая помощь. А банальные ОРВИ с кашлем – это, конечно, неотложка. И вы знаете, я хотел сказать, что тот проект, который мы организовали в Екатеринбурге с 2013 года, год мы отработали с неотложками, деление неотложной помощи практически на 7-8% снизили нагрузку на скорую медицинскую помощь. И редко, ну, наверное, на моей памяти 1-2 случая было тогда, когда пациенты перезванивали, ухудшение состояния, неотложка тоже до 2 часов приезжает. И тогда направлялась бригада. То есть там приезжает врач либо фельдшер с таким же ящиком, но он выпишет больничный лист, он назначит лечение, что мы не имеем права делать. В двух словах, мы Новый год встречаем, 15-й. С какими планами и с какими итогами? Самое главное, вот позитивными, кроме озвучивания? Вы знаете, у нас планы всегда одни. Это качественно, вовремя оказывать экстренную медицинскую помощь нашему населению. В планах, в радостных для скорой медицинской помощи, мы ждем приход новых автомобилей. 10 новых автомобилей администрация города для нас приобрела, вот буквально через 2 месяца. Мы ждем открытия новой подстанции в районе ЖБИ. Это у нас был проблемный участок, потому что по мосту в час пик вообще не проедет бригада. Теперь в районе ЖБИ будет своя подстанция. Удачная вам реализация этих планов. Разрешение этой, конечно, шокирующей истории. Надеемся, что все будет хорошо. Я хочу напомнить слушателям и зрителям, что не так давно скорую помощь вы ходили встречать в подъезды. Это было не только знаком уважения, но и способом максимально быстро позволить врачам оказать медицинскую помощь. Вам хорошего вечера. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин